ну что же первой моей машины был москвич и вот спустя более 10 лет снова привет москвич давайте зайдем посмотрим сколько он стоит сейчас ну что материалы более-менее нормальные такие электроручник автохолд все на месте здесь у нас люк ну вот я сейчас сижу сам как мне удобно самое главное рука с таким неблагородным звуком конечно и вылета нет только вверх-вниз диапазон ограничен бардачок здесь все мягенькое сделано сиденье коротковато сразу говорю про он насколько корот ну давайте сам за собой сейчас саду смотрите как интересно главное сделано просто что это такое и второй ряд сидений сам за собой ну в принципе сам за собой сел довольно таки нормально над головой место достаточно даже несмотря на то что она вот не шалю кого-то таким перепадом идет опять же вот этот какая-то старая раношная тему на самом деле можно было уже сделать здесь третий ремень так это у нас подлокотник низкий с подстаканниками такие резиновые фиксаторы опа отчеток почему ладно здесь у нас что воздуховоды и порты загадки до избежки 2 и 4 ампера и 5 вольт кармашки все дела этот пакет задние стекла не авто микролифт присутствует вот еще раз микролифт люк не панорама но он есть кожзам принципе ничего такой тряпка могла бы быть чуть-чуть получше но она грязи отталкивающая как типа на корейцев сделано сто процентов ну и давайте сейчас откроем багажник еще раз говорю сам за собой сижу вообще нормально то есть никаких этих сейчас еще подголовнику так вот сделаем он вот теперь супер да пойдем багажник посмотрим так ну здесь у нас прокрашена без лака просто напыление так вот это все дело видно багажник не сильно большой докатка на шумке здесь не пожалели посмотрите сколько и шумки лежит в нише здесь обивка такая прям корейская наверное даже так шторка мягкая доводчиков конечно же нет здрасте нет пока нет спасибо до бога спасибо антигравийка есть подкрылки есть возможно кстати даже укс балка сзади присядем сюда на пассажирское место кстати пассажирское сидение по высоте не регулируется и немного вот такая шторушка стесняет колено но в принципе в принципе нору есть уже кто-то постарался закосячить панель мультимедиа я даже за на час не включится до мультимедиа не включится новая когда ключа нет мультимедиа зажигания не включится кожа на руле такая средненькая принципе вот механика кстати нашли общем на механике машина смотрите коврики сквич давайте присядем здесь таки чем-то пахнет у нас мультимедиа включена давайте глянем мультимедиа понятно яркость бы прибавить как то есть его карту и android auto кто тут еще у нас а вот настройки системы экран яркость вот я сейчас не прибавить вот так не понял давай день поставим по все мы прибавили яркость смотрите разрешение очень хорошая на самом деле посмотрите никаких пикселей не видать как некоторых черриках сенсорная панель климата управления все так вот у нас выглядит это ну ка телефон все работает дисплей понял погасить и механика как у нас работает механика есть во первых сцепление легкая короткоходная кулиса в принципе не болтается задняя включается как обычно она шестиступенчата потому что у нас все таки полутора литровый турбодвигатель поэтому у нас шестиступенчатая механика так в целом из стеклоподъемников только режим авто у водительского пластик весь любого и здесь мягкая вставка ну вот так вот если честно выглядит очень прикольно я бы даже сказал очень давайте еще посмотрим настройка автомобиля у нас так чувствительность экрана регулируется туда-сюда габаритное освещение регулировка яркости подсветки интересно так что еще у нас здесь можно сделать давление в шинах вот так вот это дело выглядит хорошая графика вот ничего не могу сказать графика очень хорошая непонятное дело что это скорее всего android можно скорее всего сюда будет прошить что-то жалко я не взял провод с собой можно было проверить как работает apple carplay здесь неплохо главное чтобы этого двигателя хватало на эту механику потому что есть механика есть вариатор да и смотрите как выглядит педали по-моему они очень стерилизованы под москвичевский на самом деле то есть посмотрите тормоз и сцепление выглядят по москвичевский а вот это не очень удобно регулировка зеркал в этом месте можно было бы на самом деле ее сделать вот сюда прям вот так вот это убрать она здесь принципе не нужно здесь есть ручка вот сюда бы можно было сделать это управление стеклоподъемниками был бы гораздо удобнее что еще сказать в целом то ничего подлокотник у нас с бардачком он у нас не регулируемый нет него не выдвигается не поднимается но опять же ветровный ручник автохол ключ вот такой вот смотрите джак москвич джак ну собственно вот так вот это все дело выглядит москвич это тот же джак только москвич ну ключ прикольный лучше чем у автоваза это сто процентов да может быть даже я бы прикупил такую машину если бы она была хотя бы на роботе так принципе в целом в черном цвете конечно прикольно выглядит и вот в этом красном цвете ну и колеса конечно и надо побольше сто процентов ну что ребята вы своими глазами видели сколько сейчас стоит современный москвич ну тире джак они вообще молодцы что они типа сделали этот москвич возродили туда-сюда как минимум дали людям рабочие места потому что рено ушло все пироги а москвич собирается на москвиче там где был раньше но вот судить вам по ценникам миллион 950 за механическую коробку передач за принципе все электро стекла все вот это вот дорого это или дешево не знаю напишите в комментариях как 2490 за вариатор на полторашки турбированный ну не знаю надо посмотреть будет как он вообще на ходу надо было на тест-драйв взять но там была очередь там человек пятна на записывались на тест-драйв стояли при нас я уже не стал ничего делать потому что это очень надолго затянется если он едет в принципе более-менее сносно если у него двигатель этот или вариатор будут ходить то почему бы и нет 2490 до сейчас боже мой rapid или пола стоит 2 миллиона рублей дичь дичайшая ну а что поделать в общем пишите свое мнение в комментариях огромное спасибо что посмотрели ролик не забывайте подписаться если еще не подписаны всем пока